22-го года в деревне Верхняя и Солбовганы Неманского района Красноярского края Николай Ефимович Криволодский сражался на центральном и первом украинском фронте Окончил ее уже командиром взвода 40-го инженерно-саперного полка Был тяжело ранен Награды Два ордена Красной Звезды Два ордена Отечественной войны первой степени Медаль за оборону Кавказа Медаль за взятие Кёнигсберга Медаль за взятие Вены Медаль за взятие Берлина И за победу над Германией Иван Алексеевич Шпагин В ряды Красной Армии призван 28 июня 1941 года Служил в составе 256-й отдельной стрелковой бригады И 99-й стрелковой бригады День Победы Один из самых главных праздников страны И в этот день мы вновь обращаемся к песне Которая быстрее всех других музыкальных жанров Вошла в путни войны Стала частью жизни фронта и тыла Песни лирическое лет из времени В них отражаются все вехи истории Боль и радость, сила и вдохновение Песни далеких и грозных лет звучат и сегодня Потрясая наши сердца Песня Вежим светом Все ве древние волосы Просыпается в рассвета Вся российская земля А ладонь бежит забором, Шумно улица стерей, Сдоль утром милых поля, Сердце роды милое. Текучая, гормучая, Нигде непобедимая, Сдоль утром милых поля, Сдоль утром милых поля, Вы ушли из детства в блиндажи сырые, В эшелон пехоты, в пулеметный взвод, Шли вы защищать свою Россию В этот грозный 41-й год. Российской Федерации копии знамени победы слева-справа на кратку равнена лево. Великой Революции Вносятся копия знамени победы Великой Отечественной войне 1941-1945 годов И государственный флаг Российской Федерации. В знаменной группе военнослужащие военно-инженерного института Сибирского Федерального Университета. Компия знамени победы Курсанта Олега Васильева. Это право служить своим добросовестным отношениям В военной подготовке отличными показателями учебника. Ассистенты Курсанты Виктор Никифоров и Евгений Садельев. Командир знаменной группы, начальник отдела военно-инженерного института Покомнил Петра Ивановича Ивановича. Он переполненный огнем, цветущий как заряд, И тонким золотом на нем три доблести горят. Помолок вольного труда, терпанинский плитой И неконечная звезда с каймою золотой. Государственный план Российской Федерации Несет Курсант Александр Соботов. Ассистенты Курсанты Анатолий Свердловский и Матрисов. Смертшие поколения, эти бои, лосочные жители, Участники летных и насечественных войн. Их подвиги были отмечены, но дмитрий с нами и медалями. Командир знаменной группы, государственного флага Российской Федерации, Начальник цикла военно-инженерного института Покомнил Покомнил Петра Ивановича. Средину! Товарищ полковник, подразделения воинских частей, Территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, Учебных заведений Красноярского края Для торжественного прохождения По знаменованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Построен Помощник начальника гарнизона Подполковник Основчук Продолжение следует... Победы в Великой Отечественной войне Продолжение следует... По факту... Победы в Великой Отечественной войне Учебных заведений Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дорогие красноярцы и жители нашего большого края, у великих побед нашего народа нет срока давности. И сегодня, 9 мая, для нас такой же священный праздник, как и 71 год назад. В этой дате сколь по погибшим. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемые красноярцы, и после нашего города, накануне Дня Побелы, нашел краевой фестиваль школьных людей и групповых патриотических оправок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ежегодно участвую в торжественном прохождении. Военно-исторический клуб «Камелон» является организатором костюмированных исторических мероприятий, посвященных памятным датам истории России и Красноярского края. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГАЗ-67, советский военный полноприводный автомобиль с упрощенным автомобилем с кузовом. Созданный в 1943 году под руководством ведущего конструктора Виталия Андреевича Крачева во время Великой Отечественной войны, штракой использовал как разъездный сильный автомобиль, велосипедные хроники, а также как легкие артиллерийские сигареты. ГАЗ-М1, МКАН, советский лихтовой автомобиль, серийно производившийся на Горькасов-автомобильном заводе с 1936 по 43-й год. Автомобиль стал одним из символов своей эпохи, сыграл немалую роль в военные годы, так как являлся одной из трейбоверов для нелатых моделей лихтовых автомобилей в стране. ГАЗ-А-А, грузовой автомобиль после лихтового автозавода, грузоподзонных и старых домов. Да, это та самая полкутерца. Именно на криво катеринской войне приходится самая яркая страница биографии полкутерца. Автомобиль сыграл в вашем поле во время блокады в Северградах. Он представлял водовольствие в его поле, блокадный город по дороге Ширы. Первая автохолонна пошла по льду 22 ноября в перелечении 1941 года. Во многих городах края установлены плавники автомобилю ГАЗ-А-А. Тут ужас не знаем, но помним всегда, какие суровые были года, какую цену его в войне победили. Всегда будем помнить, где мы бы не жили. Северный низкий поклон, кто тогда воевал, кто родину грустью своей укрепал. Героям войны свою дань отдаем, мы им благодатны за то, что живем. Героям войны. Ворота на одного линейного дистанции. Первого рота прямо, остальные направо. Равнее направо. Хагам. Марш. Торжественное шествие подразделения. Разделений возглавляет командующий торжественным прохождением подполковник Кирилл Остапчук. Традиционно торжественное прохождение открывают барабанщики Красноярского конецкого корпуса имени генерала Александра Ивановича Ребедя. Юные музыканты задают темп и ритм движения по разных расчетам. Мы рождены, чтобы беречь Россию. Нет Родины у нас с тобой другой. Готовы защищать свою отчизну. Беречь и тишину. Беречь ее покой. Мимо трибуны проходят знаменные группы государственного флага Российской Федерации и копии знамени побед. В ознаменовании заслуг воинов советских вооруженных сил и отечества, в знак благодарности потомкам, победителям фашистских захватчиков, в соответствии с законом Красноярского края, копии знамени побед используются во время прохождения торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы на всей территории Красноярского края. По площади проходят подразделения ветеранов, участников боевых действий. Перед нами послевоенные поколения воинов-сибиряков, солдаты афганской войны, воины локальных конфликтов, военнослужащие, принимавшие участие в антитеррористических операциях. В последнее время, почитая славные традиции Дня Победы, праздника, в котором тесно сплелись и радость, и скорбь. Уверенно чекание шаг проходит курсанты Сибирского юридического института, в котором обучаются юноши и девушки из 67 регионов Российской Федерации, действующие сотрудники органов наркоконтроля со всей России. Сибирский юридический институт – это кузница кадров для органов наркоконтроля России. Гордые кадетства, свое признание нашли в строю российского кадетства. Мы с вами, гордые кадет, как знамя пронесем по жизни. И выше чести для нас нет, чем честь служить своей и отчизне. На главной площади нашего города – символы вооруженных сил Российской Федерации, влаги сухопутных войск, военно-морского флота, военно-воздушных сил Российской Федерации. На автомобиле им ассистируют ветераны Великой Отечественной войны, ветераны военной службы. Подгул мощных акваторов на площади революции входит военная техника послевоенного периода. Кусковая установка «Точка» – советский тактический ракетный комплекс армейского звена. Комплекс «Точка» предназначается для поражения точечных малоразмерных целей в глубине обороны противника. Максимальная дальность поражения – до 120 км, экипаж 4 человека. В ВТР-70 – боевая колесная плавающая бронемашина, предназначена для транспортировки личного состава мотостерковых подразделений «Атакив» и их огневой поддержки, в том числе и в условиях применения оружия массового поражения. ВТР-80 создан в начале 1980-х годов как дальнейшее развитие и усовершенствование бронетранспортера ВТР-70, а настоящего времени находится в производстве. Применялся советскими войсками в Афганской войне, а с 1990-х годов является основным бронетранспортером вооруженных сил России. Многих силовых министерств активно поставлялся и поставляется на экспорт вооруженной силы 26 государств мира. БРТМ-2 – бронированная разведывательно-дозорная машина. Главная особенность машины – очень высокая проходимость. В средней части корпуса имеются специальные дополнительные выключенные колеса, позволяющие преодолевать значительные рвы и траншеи. ГАЗ-23034 «Тигр» – российский современный бронеавтомобиль многоцелевого использования повышенной проходимости. Данная модификация предназначена для использования в качестве транспортного средства и оперативно-здорожного «Артиллерийских и минометных батарей» танков и бронированных средств. В честь Дня Великой Победы в Неве над площадью революции пролетает современная авиационная «Тигр». В честь Дня Великой Победы в Неве надпись. В честь Дня Великой Победы в Неве надпись. Дня Великой Победы в Неве надпись. 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 Освенская «Галубица» была спроектирована в конструкторском бюро под руководством знаменитого советского конструктора Федора Петровича Петрова. 122-20-литровый полковый миномет ММ-120 образца 1943 года представляет собой лотосольную жесткую систему со схемой мнимого треугольника. Предназначен для уничтожения огневых средств и живой силы противника, а также наблюдательных пунктов и полевых сооружений. Фуксируется автомобилем повышенной проходимости ГАЗ-66. Спасибо всем, кто жизнь отдал за рост родной, за свободу, кто страх забыл, воевал, служа любимому народу. Спасибо вам, ваш подлинный вечер, она жива, моя страна, вы в душах наших, в нашем сердце. Героев не забудем и тогда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Салют.